Всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. В сегодняшней серии мы с вами совершим интереснейшие, на мой взгляд, путешествия по различным системам в нашей вселенной и галактике Млечный Путь. Ну а перед началом данного видео хотелось бы выразить огромную благодарность всем своим спонсорам канала. Спасибо, ребята, за вашу месячную подписку. Это еще для меня огромная поддержка от вас и мотивация продолжать заниматься нашим каналом. Ну что же, ребята, начнем наше путешествие. Да, я знаю. Я хотел запустить для вас стрим, но, к сожалению, опять ОБС никоим образом не дает мне запустить Space Engine. Почему? Почему при съемках видео все идет ровно, но когда в ОБС запускаешь Space Engine, картинка просто висит, она его не воспринимает. Картинка застывает на месте. Если есть какие-то у кого-то догадки, пожалуйста, напишите мне в комментариях под этим видео. Спасибо, ребят. Ну что же, ребята, посмотрите. Это одна из интересных таких систем. Система двойных газовых гигантов. И, кстати, да, я перешел в режим 3D колец. Я знаю, да, я ругался в большинстве своих видео. И когда вышло обновление, я говорил, что, господи, что за кольца, что за трэш. Ну, вроде бы сейчас я настроил. То есть я в настройках настроил свой ПК как надо, увеличил плюс памяти. И, как вы говорили все, что нужно убрать рендеринг, там, да, снять галочку в настройках. К сожалению, это мне не помогло. Игра полностью вообще стала тормозить. То есть на замедленном режиме времени можно спокойно, спокойно просто играть. В общем, так. Давайте посмотрим, где мы находимся. Посмотрите, какой красивый вид, да, на соседний газовый гигант открывается. И 3D кольца, все прекрасно, в общем, у нас работает. Мы в системе звезды ХИП 79 851, оранжевый карлик. И, как я вам говорил, вот такая система интересная. Два газового гиганта рядом друг с другом находятся. А у газовых гигантов, я думал, будет Луна. Какой-нибудь спутник. То есть 4А, планета 4А от ХИП 79 85, это 4А планета. Это планета, а 4Б, это уже Луна. Родительская планета, да, короче, в общем, вот. Смотрите. Газовый гигант. Огромный газовый гигант. Что у нас по диаметру? Диаметр 449 333 километра. Намного меньше, конечно, Юпитера и Сатурна. Намного. И вот такой газовый гигант. Прохладный Супер Нептун. ХИП 79 851 4А. Диаметр 55 725. То есть таких два брата-близнеца, знаете. Так, ну давайте вылетим, попробуем вылететь с режима вообще из колец, я имею в виду. И, наверное, перелетим вот к этой планете. Достаточно очень интересные краски у этого Супер Нептуна. Так. Ну, я думал, что, конечно, они будут очень рядом друг с другом находиться. Но, к сожалению, это не так. Все намного-намного, как я обычно говорю, печальнее. Опустимся в его обширные кольца. Вот так, стоп. Аккуратно. Мы в кольцах. Да, ну, было бы здорово, знаете, если бы у газового гиганта, хоть у одного из этих газовых гигантов, была бы планета, хоть даже Луна, и просто бы приземлиться на нее и посмотреть на виды газового гиганта. Как это все смотрится вблизи. Так, а что у нас... Есть ли какая-нибудь информация? Формы жизни, к сожалению, да, не существует. Хотя мы знаем, что на газу гигантов и гантах могут существовать какие-то микробные... Микробная жизнь, атмосфера. Водород гелий и ничего больше, как обычно это бывает. Криптон, небольшая масса крип... Какая-то масса криптона, количество криптона содержится в его атмосфере. Дорогой металл, я скажу вам. Так. Скорость звука 5-10 километров в секунду. Ого, температура воздуха. 4700... Подожди-ка, а здесь... Температура. Минус 68. Простите, это внутри этого газового гиганта, температура такая. Давайте сейчас попробуем в низкие, да, в низшие его слои облаков опуститься. В самый верхний слой, так сказать. Какие яркие краски. Здесь присутствуют, скорее всего, в атмосфере еще какие-то газы, поэтому он так светится. Высота 148 километров, 160. Мы в плотных слоях атмосферы. Давление, кстати, здесь... Что по давлению? Давление. Вот. 124 атмосферы. Меня здесь уже раздавило. И вот, кстати, чем ниже мы опускаемся, тем температура растет. И я так понимаю, это уже как бы центр, да, наверное, самой планеты. Ну, так сделано Space Engine, я ничего с этим не могу поделать. Атмосферное давление 819 атмосфер. Это катастрофичное давление. Был бы я бы здесь, в верхних слоях атмосферы, я бы даже не понял, где день, а где ночь на этой планете. Все, мы вылетели. Вылетели с этого газового гиганта. Так. Давайте посмотрим, что у него есть еще здесь вообще, у этой звезды. Какие системы из планет есть. Умеренный мини-Нептун. Теплый мини-Нептун. Теплый мини-Юпитер. В основном это какие-то газовые гиганты. Холодный суб-Нептун. Холодно-пустынная суб... Супер-Аквария. Ну, давайте, не знаю, посмотрим. Температура минус 159. Планета, по-моему, без атмосферы совершенно. Стоп. Стойте, стойте, стойте. Ну да, это... Это Луна. Хотя нет, это больше похоже на Марс. Знаете, почему? Здесь все-таки есть тонкая разреженная атмосфера. Знаете, как на Марсе. И, кстати, вот видно облака. Состав атмосферы. Вода, немножко воды. То есть, ну, не знаю, может быть, конечно, пар. Пар есть. Н, Н3, Н2, Н2. Интересно. Так, ну, и вот, посмотри, как красочно выглядят кольца на этой планете. И вообще, какой-то зеленый... Зеленый оттенок на этой планете выделяется, я смотрю. И это, скорее всего, из-за того, что здесь, на этой поверхности планеты, есть хлор. Скорее всего, здесь есть хлор. Хотя, если взглянуть на поверхность... Да, да, она немножко зеленоватого цвета. Но почему, мне интересно... Подождите, открою Википедию. Общие физические. Нет, это не то. О, атмосфера. Немножко гелия. Еще какие-то газы, аммиак. Непонятно, но здесь явно есть хлор. Или... Стой. Что с этими кольцами не так? Почему они зеленого цвета? Так, ну-ка. Кольца зеленого цвета? А-а-а, это не в атмосфере дело-то. Или... Это, скорее всего, игра цветов такая. Я понял. Поэтому они кажутся такими, знаете, зеленым цветом. Посмотрите. Зеленые летящие камни. Я бы, конечно, сказал, господа... Тут что? Ага. Простите. Летает мох? Что? Летающие куски травы? Игра цветов. Я понял. Так, ну что же. Давайте посетим еще одну интересную систему. Мы совершили еще один гиперпрыжок. И посмотрите. Планета-океан. Теплая суперокеаническая аквария. Предположительно, на ней может существовать жизнь. Диаметр планеты 11681 километр. Состав вода, углекислый газ, кислорода, к сожалению, нету. Газы. С2H4, С2H2, СH4. Так. Атмосферное давление, конечно, повышено 4 раза, чем на Земле. Температура 66 градусов по Цельсию. Но что самое интересное, это то, что она находится вот рядом с такой вот планетарной системой. Это теплый Мега-Юпитер. Его диаметр составляет 139 тысяч километров. А рядом с ними существует вот такая еще теплая суперокеаническая супераквария. Так. Давайте попробуем немножко приблизиться вот к этой планете. Жалко, что это планеты полностью океаны. К сожалению, суши мы здесь как таковой не найдем. Но мы попробуем, по крайней мере, опуститься максимально близко к воде, чтобы не утонуть, знаете. Чтобы посмотреть с поверхности на небо. И вот такой вид бы нам прекрасный, открылся бы здесь днем. Мега-Юпитер и еще одна супераквария. Я думаю, нужно запустить время. Движения воды нету. Но мы можем все это намного быстрее... Намного-намного быстрее ускорить. Дабы у нас произошла ночь. А, кстати, я не посмотрел... Так, вот. Солнечные сутки 24... Ну, 25 часов больше даже, чем на Марсе. На Марсе 24 с половиной часа. На Земле 24 часа в сутки, насколько мы знаем. Ускорим быстрее время. И дождемся, наверное, сейчас заката. Но, блин, все, к сожалению, затянуло какими-то непонятными облаками. Звезда еле проглядывается. Мне кажется, здесь намного дольше идет солнечный день, чем 25 часов. А, кстати, вот это вот огромные облака, это все огромный тайфун. Огромный ураган, который проходит по планете. Сейчас я вам покажу. Представьте, насколько огромный ураган. А вот и ночь на планете. Да? Ночь? Да, ночь, но ночь была бы здесь яркая, знаете почему? Потому что сильное отражение бы от звезды нам давал бы теплый вот этот мега-Юпитер. И теплая супер-океаническая аквария. Вот это ночь, яркая ночь на этой планете. Так, ураган вроде бы уже проходит. Давайте я вам покажу. Докажу, что это огромный просто мега-ураган на этой планете. Посмотрите. Я бы сказал, что если бы такой ураган проходил бы на планете Земля, то он, наверное, захватил бы весь континент Южной либо Северной Америки. Невероятно. Скорее всего, это из-за того, что эта планета находится под большими приливными силами вот этого теплого мега-Юпитера. Мои такие предположения. Так, отправимся в теплый супер-океаническая аквария. Так, состав. Вода, углекислый газ. Температура 72 градуса. Здесь на планете парниковый. Очень большой парниковый эффект. И вот, кстати, та планета, где мы только что были. Теплый супер-океаническая аквария. Смотрите, сейчас мы увидим покрытие вот этим мега-Юпитером планеты супер-аквария. Интересно достаточно. Представляете, если смотреть в телескоп, стоя на этой планете, и наблюдать все эти пейзажи, это было бы невероятно круто. Здесь нет смысла опускаться на поверхность. Не вижу. Но наиболее, на мой взгляд, сейчас мне показалась интересной планета. Вот та супер-океаническая аквария. И, кстати, луна-змеиносца она правильно называется. То есть... Давайте посмотрим, насколько далеко мы сейчас от Земли. Так, Земля. Земля. Окей. До Земли расстояние 169 световых лет. Не так уж далеко мы и забрались, но отсюда даже не видно нашей звездочки. Нашей звезды солнца. Ее просто не видать. Да, отсюда можно было бы понаблюдать интереснейшие виды. Очень красивые. Я бы даже сказал. Ну что же, давайте переместимся на последнюю, наверное, локацию, которую мы сегодня с вами рассмотрим. Поехали. Мы находимся с вами в системе желтого карлика. И здесь довольно-таки интересная планета. Посмотрите на ее яркие краски. Кажется, что она горячая и раскалена до... Знаете, даже я бы не сказал до предела, а она очень сильно разогрета, где жизнь просто невозможна фактически, да? Но скажу больше. Это горячая морская супертерра с жизнью, органическая многоклеточная морская наземная жизнь, на которой присутствует. Температура 227 градусов. Есть кислород и есть вода. Я не знаю, может быть организмы, такие похожие на нас, они живут где-нибудь под поверхностью данной планеты. Посмотрите, вот это великолепие. Вообще, я даже как будто вижу бы воду. Но насколько я знаю, что вода закипает при 100 градусах и начинает постепенно испаряться. Объясните мне, как здесь может существовать жизнь? Но если посмотреть, это реально вода. Она не бурлит, она не кипит. И здесь настолько все ярко и красочно выглядит. По-моему, я даже вижу... Нет. Нет, я думал, это трава, но нет, это песок. Скорее всего, вода на поверхности это может быть... Может быть, даже горячие источники, я не знаю. Может же быть. Ведь на поверхности земли тоже существуют горячие источники. но по идее она же, вода же должна испаряться и атмосфера должна быть более плотной. Знаете, как на Венере, парниковый огромный эффект. Как? Может быть, под землей живут здесь какие-то существа, разумные существа, не знаю. Но здесь очень жарко. Вот я вижу даже температуру 143 градуса, взлетая с поверхности. Так, атмосферное давление, кстати, тоже очень-очень высокое. Значит, да, все, я прав. Жизнь, которая может существовать на этой планете, она живет под поверхностью планеты. Хотя, вот, хотя я вижу даже здесь цветы. Здесь растут цветы какие-то инопланетные. Посмотрите, трава. может быть, симулятор неправильно работает, и здесь не 227 градусов по Цельсию, а всего лишь 22 градуса по Цельсию. Я не знаю, что считать правильным, а что нет. Пишите комментарии. это более похоже на отложение железа, скорее всего, да. Это железо, железная руда прямо на поверхности. Ее здесь очень много. Красивые каньоны, ох, я бы даже сейчас бы пролетел над всем этим чудом. невероятно. Кстати говоря, насколько далеко мы находимся от Земли? 5130 световых лет. 5130 световых лет. Это невероятно. это огромное расстояние. Но вот планета с жизнью она есть. Такая непонятная, что здесь. И кстати, скажу так, что у этой даже огромный океан даже огромный океан на этой планете. Так, скажу больше, что у этой планеты аж 15 лум. В основном это какие-то астероиды, но вот здесь меня заинтересовала вот эта луна, прохладная озерная субтерра. Температура минус 87 градусов. СО2. Пары кислоты. СО2, СО2. Ох, здесь было бы невозможно находиться. Знаете, потому что здесь очень, я бы сказал, едкая атмосфера. Да, видно, как горные породы. Здесь, скорее всего, на этой планете идут кислотные дожди, и все разъедает, просто постепенно разъедает горные породы. но мне показалось, что я сейчас как будто видел опять мох. Оу, а вот этого я не заметил. Вот она, та самая горячая морская супертерра с жизнью. Представляете, если бы эта планета была бы жизнью, и там возможно какие-то организмы, похожие на нас, тоже бы жили бы на поверхности. Ну, скажу, что на поверхности сейчас им очень тяжело находиться. И, короче говоря, если бы они бы сообща бы перелетали с планеты на планету, это было бы здорово. А, вот еще вижу какие-то маленькие луны. это все великолепие очень ярко и красочно смотрится. Я хочу немножко ускорить время, посмотреть на вращение данной планеты и посмотреть здесь ночь. Там, по-моему, было видно Орион. Точно не уверен. Это галактика Андромеда. Ага. Так. Все это фантастически очень классно смотрится. Ну, что же, ребята, наверное, на этом данную серию путешествия по вселенной, по другим мирам, где, возможно, есть жизнь. Мы ее с вами нашли уже, это точно. И вообще, в каждой серии мы находим с вами жизнь. Мы с вами эдакие путешественники. Я думал, будет солнечное затмение. Нет. Данное путешествие мы с вами заканчиваем. И хочу сказать всем еще раз огромное спасибо за поддержку канала, за то, что вам нравится прохождение выпуски по Space Engine. К сожалению, стримы по Space Engine невозможны сейчас, в данное время. И я надеюсь, что вы также продолжите смотреть наше видео, будете с нами вместе искать новые планеты, новые туманности, новые галактики, путешествовать в них, находить что-то интересное. И помните, ребята, что космос и вселенная бесконечна, и наше путешествие только начинается. Всем огромное спасибо. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Всем новых открытий. Пока-пока. Субтитры